Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве и в частности о Священном Писании Библии. В прошлой публикации мы перешли к посланию к ефесянам апостола Павла и добрались до третьей главы. В начале четвертой главы Саул называет себя «Узник в Господе» – послание к ефесянам 4.1, что перекликается с началом предыдущей третьей главы. Апостол язычников призывает ефесян быть достойными звания христиан. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира» – послание к ефесянам 4.1.3. «И добавляет, что Бог один, один Бог и Отец всех, которые над всеми и через всех и во всех нас» – послание к ефесянам 4.6. Павел уверенно заявляет, что Иисус спускался в преисподнюю и ссылается при этом на Писание. Посему и сказано – «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» – послание к ефесянам 4.8. Однако такой цитаты в ветхозаветных текстах нет. Есть только частичное из Псалтирия – «принял дары для человеков». Псалом 67, стих 19. И хотя комментаторы утверждают, что смысл их идентичен, разница только в периоде – во времена Давида принял, а при Христе дал. Тем не менее, остальной части в ветхозаветных текстах нет. А именно на неё опирается Саввл и делает свои выводы. А «восшёл», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Послание к ефесянам 4.9. Непонятно, почему апостол Язычников делает такой вывод. Ведь «восшёл» может трактоваться, как поднялся с земли на небо, а совершенно не обязательно, чтобы из преисподней. И хотя в Евангелии от Матфея есть указания на воскрешение святых, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Евангелие от Матфея 27.52. Однако данный текст вовсе не говорит нам о том, чтобы Иисусу для этого нужно было спускаться в загробный мир. Саввл рассказывает, что Бог дал людям разные роли, что они все вместе стали единым телом Христовым. Он просит ефесян не поступать, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Послание к Ефесянам 4.7.19. Члены общины познали Христа и потому должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам 4.22.24. В завершении главы апостол язычников просит ефесских христиан не врать друг другу, не грешить тем, кто воровал, больше так не поступать, а работать, чтобы заработать на помощь другим, ещё не говорить плохих слов, не оскорблять Святого Духа, избавиться от раздражения, ярости, гнева, крика и злых речей. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам 4.32. В пятой главе Саввел наставляет ефесян. Он говорит, что нужно подражать Богу, любить друг друга. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви. Послание к Ефесянам 5.1.2. А от грехов держаться подальше. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Послание к Ефесянам 5.3. В этот же список он добавляет «Также сквернословие и пустословие и смехотворство, неприличные вам». Послание к Ефесянам 5.4. Если со сквернословием и пустословием вроде всё понятно, первое использование бранных, скверных, нецензурных слов, а второе – разговоры без цели, болтовня, то третье – смехотворство, понятие неясное. Определение, которое я нашла в современном толковом словаре русского языка под редакцией Ефремовой, гласит «забавные, смешные шутки, действия с целью рассмешить, позабавить кого-либо». Получается, каждый, кто рассказывает анекдот, подмигивает другу, чтобы поднять настроение, дарит подарок, от которого получатель радуется и смеётся, все они грешат. Павел добавляет «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их». Послание к Ефесянам 5.6.7. Он говорит, что поступать нужно, как чадо света, послание к Ефесянам 5.8, то есть по благости, праведности и истине, послание к Ефесянам 5.9. А ещё нужно разоблачать тех, кто так не делает. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Послание к Ефесянам 5.11.12. Подкрепляет апостол язычников свои слова ссылкой на ветхозаветные тексты. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». Послание к Ефесянам 5.14. Однако там этой цитаты нет. И откуда она взялась, комментаторы не знают. Савал советует поступать осторожно, дорожить временем, благодарить Бога и повиноваться друг другу. Ещё рекомендует пить вино в меру. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Послание к Ефесянам 5.18. Павел снова обращает внимание на семейные отношения, указывая, что жёны должны подчиняться мужьям. Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Послание к Ефесянам 5.22.24. Мужья же должны не просто любить своих жён, а любить, как собственное тело. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Послание к Ефесянам 5.28. Апостол Язычников добавляет. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Послание к Ефесянам 5.31. И хотя здесь он не даёт указаний на то, откуда взяты данные слова, однако это дословная цитата из книги «Бытие», глава 2, стих 24. Подытоживает свои размышления автор словами. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. А жена да боится своего мужа. Послание к Ефесянам 5.33. В шестой, последней главе послания к Ефесянам, Савл переходит к рассуждениям об отношениях отцов и детей. Он говорит, что дети должны повиноваться родителям. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Послание к Ефесянам 6.1. А в подтверждение своих слов Павел обращается к авторитету Ветхого Завета, а точнее к известным всем десяти заповедям. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам 6.2.3. Первая часть цитаты из книги «Исход», глава 20, стих 12. В оригинале она звучит так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». «Исход» 20, стих 12. Как видите, вторая часть цитаты, обетование, то есть обещание награды за исполнение, пересказана апостолом язычников вольно, но с сохранением основного смысла. При этом Саввел называет данную заповедь первой, хотя в книге «Исход» она идет пятой. Комментаторы предполагают, что дело здесь в делении десяти заповедей как бы на две части. Первые четыре про отношения с Богом, а остальные – про самого человека. И указанная заповедь идет первой во втором списке. Есть еще вариант, что первые четыре идут без обетования, а это с обещанием награды. Но стоит оговориться, что пять после нее тоже без обетования. И тогда правильнее сказать, что она не первая, а единственная из десяти. Возможно, под словом «первая» Павел имел в виду самое важное, так как за ее исполнение ждет награда. Если вы думаете, что рассуждая об отношениях отцов и детей, апостол язычников дает советы только вторым, то ошибаетесь. Родителям он велит не раздражать детей. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Послание к Ефесянам 6.4. Дальше Саввел переходит к рабам, которым велит искренне и с усердием служить своим господам, так же, как они служат Иисусу. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный». Послание к Ефесянам 6.5.8. «Не забывает он облагодетельствовать советам и хозяев, которые не должны быть слишком строги к рабам. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Послание к Ефесянам 6.9. Как вы понимаете, отказа от рабства в Священном Писании не предлагается. Павел уделяет внимание борьбе против козней дьявольских. Послание к Ефесянам 6.11. Для этого христианам нужны истина, праведность и вера, а также молитва. Апостол язычников называет некоего Тихика, который должен рассказать Ефесянам об обстоятельствах его жизни. Вероятно, с ним он и отправил данное послание. В завершении текста Саввел желает мира, любви, веры и благодати. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Послание к Ефесянам 6.23.24. На этом заканчивается не только шестая глава, но и все послание к Ефесянам апостола Павла. В следующем видео мы продолжим следование по страницам Библии и перейдем к посланию к филиппийцам, того же автора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok